А вы мои пипиндрики! Мы с вами продолжаем прохождение универсия, мы продолжаем строить нашу замечательную страну. Сегодня будет очень лайтовая серия, сегодня огромное количество просто задач, сегодня огромное количество постройок, ты смотри, машины подводные стали. Сегодня надо много чего будет успеть сделать, и самое главное, мы начнем дальше строить и возводить макеты наших будущих заводов, потому что, как вы видите, у нас ничего не построилось. Обычно к началу следующей серии вы всегда видите, что у нас то, на чем мы закончили, следующая серия уже появляется готовая. Но здесь огромное количество ресурсов, у нас очень много модификаций, поэтому физически не успел, даже на ускоренном режиме игры. Все равно строят, все равно что-то развозят. Поэтому сегодня определимся с вакансиями, и на следующую серию я обязательно вас всех загружу. Я тут уже начал потихонечку строить курьерскую службу, и начал делать некий такой образ того, как у нас будет выглядеть здесь такая промышленная зона. Также был у нас вопрос в предыдущей серии по поводу казни. Многие писали, мол, Серега, у меня нет в игре, поэтому возьмем в Аватара создать, закинь туда и казни. Ребята, я вас слишком сильно всех люблю, поэтому нет, на такое я не готов, и также я не готов на те предложения, которые были озвучены. Мол, лети на соседнее поселение, захвать оттуда любого пипендрона и тащи сюда на казнь. Хорошо, классно, здорово, но нет, мне кажется, метеоров им и так достаточно. Поэтому мы будем казнить того, кто действительно это заслужил, и кого поймают наши полицейские. У нас такой, кстати, уже есть, товарищ, через 3 минуты и 15 секунд произойдет наша первая казнь. Где она, или где он? Это, по-моему, она, да, вот она, краснокожая. Зовут ее, а, это, кстати, не ваш Аватара, никого из вас этого нет, это какой-то, ну, рандомный абсолютно перс. Это у нас повар, понимаешь, я не знаю, что он сделал, этот повар, за что его должны казнить. Украл лука, украл что, продуктов каких-то, или что, ну, как, я не знаю, в общем, посмотрим, 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 как это у нас дело будет выглядеть, и через 2 минуты. С нами, кстати, кто-то хочет торговать, а что у него есть, а мы сейчас посмотрим, а у него что есть, а у него что, так, это что такое, это у нас камни, это у нас блоки разнообразные. Слушай, ну, я пока, наверное, не хочу ничего обмениваться, у нас этого всего хватает, тем более у нас небольшие траблы с едой. Я хочу вот что сделать, начал ставить уже проекты будущих наших ферм. Нам нужно много еды, точно так же мы с вами должны будем поставить огромное количество новых рыбацких хижин, иначе мы можем очень кисло просесть по хавчику. Также, пока у нас есть время, давайте посмотрим, что есть в древе наших изучений. У нас тут, по-моему, что-то было не выучено в самом начале, хотя нет, здесь, по-моему, у нас все уже изучилось. А здесь, а здесь, а вот здесь, смотри, у нас современная нефтяная вышка, да? Да, ну, нефтяной домкрат, что? Нефтяной домкрат, окей. Дальше у нас идет с вами база данных, дальше мы выберем, наверное, E, а здесь у нас уже все выбрано из того, что мы пропустили. Ну, у нас здесь, получается, осталось только одно, а это просто до конца уже все ветки изучать. Здесь, наверное, даже особого какого-то, знаете, порядка нету, хотя вот единственное, что можно пойти в еду, да? У нас, естественно, новые рестораны будут, у нас добавляется что-то такое. Модерн фишн пирс, а, ну, новый пирс у нас будет для рыбалки, топливо и разблокировать современную ферму. Во, и гидропоника выучим. Пускай это у нас с вами все изучается. Значит, что у нас там по электричеству? Электричества у нас с вами мало, а у нас зато до хрена с вами есть наши волшебные, блин, силы, которые мы сейчас можем применить. Мы с вами понатыкали огромное количество разнообразных наших колес для бега, и как-то очень странно это все выглядит. То они бегают все дружно, то сюда вообще никого не загнать. Слушай, да, мы тут дали большой разряд энергии для наших батареечек, поэтому давайте дадим еще бонус по разряду счастья. Слушай, у нас там выборы есть или нет? У нас там выборы через 8 минут. Ну, окей, замечательно, почему нет? Что у нас с нашим заводом? Значит, чего тут у нас не хватает? У нас ресурсы есть, осталось только железо. Давай поставим приоритет, и пускай оно туда у нас летит. Потому что, в принципе, у нас на сколдах что-то вообще хранится? Нет? Да, у нас есть железо, кстати. Слушай, а что они не тащат его? А, ну, слушай, у нас как раз сейчас достроятся вот эти хижины. У нас тут вообще кто-то работает? А, в смысле? Какой нахрен? Блин. Какой нахрен молодняк? Это же завод. А, во, у нас другой дом захватился. Даже обратили внимание предыдущий маленький поселок, где было очень мало народу. Вы, посмотри, вышки уже пошли. Охренеть. Нет, конечно, пипедроны развиваются просто очень быстро. Давай сюда на максимум назначаем и днем, и ночью, чтобы все работали. Также, наверное, сделаем, поставим приоритет вот сюда. Да. Пускай будет больше курьерских доставок. Быстрее как раз займутся транспортировкой разнообразных продукций к нам сюда. Да, а то что-то здесь они у нас... Слушай, ну вот они бегают, и что-то самое интересное. Особо меня вот это больше поражает, понимаешь? У нас здесь требуется с вами что? Железо. Ладно, хрен с ним, они его могут сюда намутить, да? Нам здесь требуется стекло, которое, кстати, у нас его нету еще. Нам здесь требуется цемент, которого, опять же, нету. Но они все сюда приходят. Типа, молоточками стучат. Типа, знаешь, как в реальной жизни. Пришел на работу, а работы нет, ну, какая хрен разница? Типа, правда, тут у нас все равно идет. Ну, окей. Все прямо, что-то вот чересчур тогда более все знакомое. Жеза прямо вокруг, сплошь и рядом. Что у нас здесь началось? Хочешь что-то... Ну, какие-то, да, там потуги начались. Начались какие-то маломазельские строительства. Везде слышен стук. А, слушай, кстати, у нас же там есть новые постройки. Давай-ка мы вот что сделаем. У нас появилась цеменная фабрика. У нас она, кстати, как появилась? У нас уже она есть, по-моему. Это стекло. У нас цементный лдей завод, да, по-моему, идет. Да, цементный идет вот это. У нас появился химический завод. Значит, химку мы разместим вот здесь. У нас будет полностью находиться промышленная зона. Разместим тебя, друг, вот тут. Второй завод мы поставим рядышком. Нам два будет достаточно. Также я обратил внимание, там, по-моему, что у нас еще было новое. Вот это что такое? Электронные компоненты. Уася, понимаешь? Охренеть. Значит, для этого опять требуется стекло и какие-то еще вещи. Давай их мы разместим где-нибудь вот здесь. И вот так вот. Поставим тебя вот так. Раз. Раз. И вот так вот здесь рядышком два. Правильно? Правильно. Как раз и здесь два завода. Здесь дорожка будет между ними. Нормалды. Смотрим, что у нас с вами еще из производства есть. У нас с вами есть иколка. Есть уже. Steel Factory строится. Это что? Это каменный завод. Модификация, смотри. Современный каменный завод. То есть у нас вон эти мандулыги. Где они находятся? Вот они. Да? Да? Прикинь. Они тут еще камнем об камень добывают. А здесь уже ультра-наворота идут, Вася. А это надо подождать. Надо подождать. Однозначно это будет интересно. Бункер нет. Мы и маленькие не строили бункеры. Тем более мы там модифицировать тоже очень неохота. Кстати, а что требуется у нас для торгового центра? Для торгового центра у нас требуются камушки и доски. Слушай, а почему нет? Давай торговый центр поставим где-нибудь вот здесь. Во-первых, у нас здесь был кинотеатр. Где-то вот здесь. А, вот он у нас строится. Вон я вижу проект его. Ну а раз так, значит, мы еще разместим здесь магазинчик. При входе вот здесь. Раз, магазинчик. Блин, надо было через шифт это сделать. Что-то я тупанул, Соленович. Где магазин, магазин, магазин. Вот магазин. Значит, еще один магазин мы разместим. Здесь фермы нам не надо. Кстати, хотя почему нет? Можно поставить, типа, будет продажа свежей продукции. Да? Прямо с фермы. Здесь влезет где-нибудь? Влезет, кстати, смотри. Пускай будет. Дальше. Где у нас еще есть дома и производство? Вот здесь. У нас можно магазин разместить. Прямо за домами. Хотя один рядышком он, я уже вижу, у нас имеется. Ну и давай посмотрим еще эти поселки. А здесь магазины нема? Нема. Поставим тогда около колодца тебя, друг. Вот так, раз. Самое интересное, некоторые дома не модифицируются почему-то до сих пор там. Хотя казалось бы, да? Сам Бог велел там это уже давно поставить. Ну и один день на крайний еще сделаем. На окраине деревни платно я открыл магазин. Так, слушай, а экстрактор газа мы вообще ставили его? По-моему, нет, да? По-моему, мы его как раз-таки еще и не ставили. Где у нас он ставится? А, абсолютно в любой территории, да? Слушай, ну у нас промка вся там. Давай туда же будем его водить. Куда-нибудь около горы воткнем. Можно даже здесь, около реки, если он будет ставиться. А, он здесь будет ставиться, ты смотри. Поставим здесь экстрактор газа. Раз. Два. Три. Ну здесь прямо такая будет загазованная тема. Причем еще буря печально наступает, да? Прямо все символизирует и говорит о том, что чувак, здесь будет жопа. Кстати, о жопе. У нас надо ее разгрузить немножечко, поэтому мы поставим склады. Склады мы рядом, вот тут поставим, рядышком. Блин, что-то я заговорился. В общем, около наших курьеров. Раз. И вот тут вот два. Чтобы было свободное место, и они могли спокойно здесь это все брать и складировать. Ну что, начинайте строить. По-моему, я задачу поставил дохрена и больше. Надо еще, главное, фермы поставить. Без ферм, ну никак. По постройкам. У нас есть что-нибудь еще, что мы не доделали? Так, это мы поставили. Кинотеатры есть, полицейские есть, тюрьма есть, школа есть, университеты. Все у нас имеется. Ну, гарнизон нам не надо. Воздушный шар, ты посмотри. Крутая штука, кстати, да? Кладбище у нас имеется. Это все у нас уже центр космического строительства. То есть, понимаешь, мы сможем, короче, летать на Луну, походу. Охрененно. Но только после шаров. Шар мы сделаем обязательно где-нибудь около центра. Ну, это просто сам Бог, наверное, велел. И вот тут где-нибудь шмайкнуть. Тут влезет. О, смотри, у нас он отлично здесь влезает, кстати. На этом пустой территории. Попробуем тут его разместить. Парки больше недоступны. Хотя, смотри. Еще один парень где-то можно поставить. Ну, и легендарные строения у нас тоже с вами не доступны. Слушай, конечно, башня у нас сумасшедшая. Просто огромнейшая. Ты посмотри. Огромнейшее сооружение. Только не могу понять, почему соседи у нас не развиваются. Ну, в смысле, соседние домики. Какие-то определенные лимиты достигли, и все. Хотя, здесь, кстати, еще даже свободные места у нас есть. Вот так вот. Давай-ка дадим им разряд радости. Вот так вот. Даже побольше дадим, чтобы они прямо обосрались от радости. А, кстати, слушай, не забываем про деревья. Деревья наши все. А то они тут у нас вырубку-то делают, а деревья новые и нихренашники не растут. Это надо поправить. Это надо изменить. Это надо вот так вот добавить. О, у нас еще и рыбалочка подъехала новая. Шикардосно. Что там по изучениям? Гидропонка у нас пошла. Последняя, в принципе. Далее мы с вами можем изучить модернизированный госпиталь. Дальше мы поставим... Так, это у нас и так... А, нет, у нас этого не стоит. Модифицированный ресторанчик. Ну, давай сделаем. Открытие центра колонирования. Ну, ни хрена себе. Колонирование? Колонирование, да. Хм. Ну, и топливо. Пока все строится, можно сгонять, посмотреть, как у нас там вообще у соседей дела. И вообще, есть ли они? Или мы их тут нахрен всех выкосили и никого больше нету? Хотя, вроде, кто-то с нами пытался поторговать. Сейчас мы посмотрим. Вроде были розовые и фиолетовые. Во, вот они. Ну-ка. Ты смотри. У нас давно уже машинки. У нас уже давно люди ходят в одежде. А эти ходят еще почти что голожопиками. Ну, относительно голожопиками. Там маломайские шмотки, но у них уже есть. Но все равно они ходят. Такие какие-то аталисаманы на груди еще носят. Камушки. И вон платье из шкур XTVD черепа, похоже, да? Кто помнит игру такую Grim Fandango? Помните, раньше была? Охрененная игруха за скелетов. Это старый-старый КВС. Там, по-моему, 90-х годов вообще какие-то лохматые. В общем, здесь люди еще до сих пор верят, что если там камушек об камушке постучаете и кинуть его в небо, то 100% прилетит дождь. Ну, наверное, да. Только немножечко работает все иначе. Здесь дождь приходит когда я об этом захочу. Точнее, когда я об этом скажу и когда я этого захочу. Ну, не иначе. Не будем их мурыжить, в принципе. Сначала думал, может поджечь что-нибудь здесь. Так мы подумали, ладно, пускай развиваются. Пускай строятся. Вообще, посмотрим, где-то у нас еще были розовые. Именно... А это что за хрень? Ох, ты смотри. Ядрен Матрен. У нас пожар здесь. У нас пожарные-то выбегут. Да, ты смотри, кто у нас тут работает? У нас работает Тубова Геймс, мам, бро. Это кто такие уехать? Я не успел поймать их. Ммм, кто? Я не успел посмотреть, реально. А это... Это Татьяна у нас. Татьяна, смотри, тушит пожары. Молочинка, молодец. Ферма, правда, еще не успела построиться, а уже горит. Вот дела, короче, да? Где у нас весна? Нам срочно нужна весна. Весна, весна, весна. Боже бы, я походу ее пропустил уже сто раз. Вот она. Сюда и нам. Почему весна? Многие пишут... Ну, как многие? Там два человека. Особенно Зевс, наверное, самое главное. Какого хрена я все время пропускаю зиму? Зимой не работают помпы. Они не качают воду. Следовательно, мы уходим в простой по воде. А оно нам надо? А, конечно же, нет. Поэтому, ну, его нафиг. Кстати, точно. Мы уходим в простой по воде. И нам надо их наполнить. Наши все резервуары. Где у нас дождик? Вот здесь, наверное, сделаем тучку небольшую. И вот здесь у нас основа. А, кстати, а почему у нас они так опустошились? Что произошло с пополнением, интересно? Праздник устроим? Да, устроим. Кстати, а кого выбрали-то? И что за выборы были? Сейчас посмотрим. Сокращать время приготовления лекарств на 90%. Ну, то есть, вся тема за здоровье пошла. Здесь уже, смотри, начали основы вводить. Железо-то дощили, а все остальное не хватает. Нет, блин, короче, странные люди, да? Вот сюда почему железо не могут донести? Вот почему сюда железо не донести? Там чуть-чуть не хватает. Вперный теремок. Пипендрики. Такие пипендрики. Смотри, какой абсурд. Горит пожарная часть. Пожарное депо. Оно же самое горит. Ну, вы просто что-то, я вам скажу, парни. Ладно, давай мы потушим, по-русски поможем. Иначе все здание роща развалится. Какая-то вообще система поджогов пошла. Что за хрень? Почему у нас тут все горит? Кто? Короче, где-то какой-то, походу, поджигатель есть. Слушай, блин, а я и забыл про этого, а? 12 минут у нас другого, короче, кого-то собираются казнить. Сейчас вернемся к нему. Я что-то как ушел уже в эти житейские хлопоты и реально, блин, забыл про казнь. Слушай, а у нас, кстати, тут кого-нибудь казнят, пойдем посмотрим. У нас же два полицейских участка. А здесь никого не казнят, здесь все хорошо. Да, было бы странно, если бы казнь на казнь была бы, да? Значит, кстати, да, по поводу работ. Значит, желающие к нам попасть, в следующей серии 100% у нас достроится стекольный завод. Кто хочет сюда, пишите в комментариях. Я буду брать людей именно из этой серии, кто под этим видосом оставит комменты. Значит, у нас будет химический завод. Значит, у нас 100% будут курьерская доставка. 100% у нас будет цементная фабрика. И 100% у нас будут стилфактори железные. Этот металл, да? И, соответственно, химка. А, электронные компоненты. То есть кто-то у нас будет заниматься за производство всяких плат, микросхем и все остальное. То есть мы готовимся куда-то уже туда. Действительно, космос у нас. Как раз здесь уже с вами есть проект будущей ракеты. Поэтому осталось чуть-чуть. Да и, в принципе, мы с вами уже почти что можем сказать, прошли игру. Я думаю, еще, наверное, серии 2 или 3 выйдет. То есть следующая серия это по тотальному строительству. Сегодня, наверное, задача у нас это все изучить, все посмотреть и раскидать все макеты. Потом тотальная, опять же, кидостройка. И, да и, в принципе, все. Мы захватили землю. Дальше будем думать уже. Значит, у нас с вами еще появляется завод пластика. Однозначно, кто хочет на завод пластика, тоже пишите. Полицейское радио пока оставить не будем. Производство карбона. Господи, тут одни заводы. Ёперный теремок. Ты посмотри. Аэропорт, Вася! Аэропорт. Я только сейчас его увидел, если честно. Охренеть. Классно. Просто охрененно круто. Давай-ка поставим еще полицейское радио тогда кучу. Кто хочет быть летчиком, а? Кто из вас, моих родных, любимых пипендронов, хочет быть летчиком? Кто хочет служить в нашей доблестной авиации, а? Мне кажется, сейчас будет стоп-дово, просто чума, огромное количество рук. И все скажут, все, мы хотим нахрен в завод, мы хотим быть на самолетах. Ребята, это, конечно, замечательно здорово, но не все влезут. И смотри, у нас еще одна вышка появилась. А? Или она была? Не, по-моему, не было. Она краской только-только появилась. Круто. Что-то я замечаю, что мы немножечко проседаем по еде. Особенно, конечно, зима, когда нас наступает. С водой-то ловоды, все, нормал дыма, если что, подтянем. Сейчас достроим тогда курьерские службы наши. У нас тут кто-то работает. А, вот ты смотри, у нас здесь огромное количество свободных мест. Надо их сюда всех назначить. И давайте-ка, наверное, поставим приоритет на постройку наших с вами ферм. Нам нужна еда, нам реально очень нужно много хавки. Тем более, где все ресурсы, по сути, все есть. Вот так мы сделаем сейчас. А, вот у нас и центр клонирования. Подъехал-то, пацаны, какая вышка. Опять же, требуют те ресурсы, которые у нас нихренашеньки нету. Но мы сейчас куда-нибудь попробуем зашпандурить. Она здесь у нас влезет? Так, нет, дома-то точно мы сносить не будем? А то я помню, пару домов снес, она прямо аж истерика в чате поднялась в комментариях. Хотя вот здесь можно теоретически поставить. Что тут, пару домов-то, да? Прямо в центре так-то было бы. Не, ладно, не будем. Не будем, не будем, не будем. Тем более, у нас свободных мест огромное количество. Вот здесь мы ее прямо и поставим. Она будет на границе двух точек. И где заводы у нас находятся, и два поселения, и центральный город. Ай, ты посмотри, у нас еще и маяки есть. Не тот, который Акопян, а просто маяк. Ты, ну, слушай, значит, сюда мы его ставить точно не будем. Наверное, разместим, опять же, где-то с этой стороны этого моря. А что, кстати, он требует? Я что-то не посмотрел. Он у нас хочет, он нам требует... А, доски и камни, кирпичи. Ну, давай поставим. Будет очень круто смотреться. Слушай, ну да, следующая серия, просто отвечаю, будет просто... А, слушай, да, Кайзин. Шесть минут еще, шесть минут еще времени есть, да. Следующая серия будет просто пушка. Огромное количество, огромное заселение вас, пипендронов, к нам в мир. И, конечно же, вы прикиньте, разом все у нас тут поднимется. Конечно, потихонечку некоторые здания уже появляются, ну, по мелочи, да. В несколько этажей. Но я очень надеюсь... Блин, ладно, потом доделаем это здание. Но очень надеюсь, что они... Да что к тебе, блин. Понавтыкали здесь домов. Так, короче, что у нас... А что у нас здесь не достраивают? А, доски. Досок не хватает. А население-то растет, вот, 320 человек уже, ты смотри. На самом деле, я сейчас как ворона действую, потому что я что-то все увидел. О, новое, надо срочно ставить, надо сделать. Но, с другой стороны, это и круто, потому что, блин, напичкано по максимуму все, что у нас тут есть, чтобы они могли это все дело возвести и построить. Ну-ка, что у нас там по местам исследовательским у нас есть возможность поставить... Так, ну ладно, карбон потом поставим. Модернизация башни обороны. Ну ладно, хрен с ним. Воздушное прославление. Открывается современный центр космического потребления. Не знаю, что это, но, в общем, что-то нечто крутое. Типа НАСА, наверное, откроемся, да? А что, у нас электричество опять встало? Ну, ешки ты потом... О, боже, ну... Что-то у нас вот совсем люди плохо бегают. Вот прямо... Я думал, что еще парочку батарей поставить, а то что-то совсем, когда они их быстро разбирают, да? Разместим одну здесь, другую вот здесь рядышком. Главное, чтобы она здание потом не задело, когда мы будем, если что, бахать ее. А, я не так ее поставил, соряноч. Это надо отмена. Где у нас электричество идет? Электричество у нас батарейки идут вот тут. Вот так мы сейчас тебя поставим. Раз. Два и три. О, отлично. А вот еще есть завод пластика у нас подъехал. Короче, ребята, ко всем тем, кому я говорил, у нас еще появился завод пластика. Пластик Фактори. Желающие на этот завод... Ну, вы поняли, что надо сделать. Нихрена у него размер у этого завода пластика. Ты посмотри. Он, по-моему, даже больше по размаху, чем все остальные... А, нет, ну, он, получается, как стеколка идет. Ну, предлагаю завод пластика, наверное, разместить вот здесь, с этой обратной стороны, наших цементных заводов. Так, раз. И вот тут вот сделаем рядышком. Два. Два будет достаточно. А что нам потребуется здесь? Цемент, понятно, стекло и железо. Сколько у нас людей? 320 человек. Ну, потихонечку вроде прибавляется. Потихоньку прибавляется. Единственная проблема. У нас еда убывает. Вот это прямо трабл. Еще и горит у нас все. Ну, надеюсь, они тут все потушат. Почему вы не можете прибежать и достроить? Здесь странные доски. У нас их, по-моему, просто целый вавал. А, у нас досок не совсем много. Смотри. Да. Что-то я это прозевал в момент. Не успевают они добывать и производить столько, сколько... Так у нас еще и леса здесь поблизости нет. Вот вы смотри. А мы вот так сейчас сделаем. Леса, говоришь, нету? Лес хотите? Да не проблема. Нате лес. Рубите прямо все здесь. Далеко, чтобы вам не бегать. У нас, видишь, получается, что эти фабрики, они нихрена здесь не производят по причине того, что ждут, когда принесут оттуда, с тех краев. А здесь мы сейчас лесом накинем и решим эту проблему. Они здесь сейчас снова вырубают сразу сами все и притащат к себе на работу. Правильно? Правильно. А здесь у нас что? Почти что все вырубили. Ты смотри, а. Давай, давай, давай. Кстати, а что там у нас по поводу казни? Надо не пропустить ее. Десять секунд осталось. Отлично. Ну, момент истины. Вот он, короче, вышел. И? И что? И все? То есть он на стол не сядет? О, боже, это разочарование. Это прямо разочарование. Он просто вышел из камеры, зашел в эту дверь и больше ничего не сделал. Следующего притащили, смотри, на казнь. Слушай, ну, это печально, это печально. Ну, хотя, с другой стороны, понятно, игра гуманная и было бы странно, если бы они здесь это все нам прямо показывали. Но, однако, ты смотри, сейчас приедет повозка, заберет тело и увезут на кладбище. Ну, блин, ну, это логично, да. Я, в принципе, это говорил уже. Но самой казни, как вы видите, у нас нет. В этом, наверное, это хорошо. Да, это хорошо. Понятно, что, наверное, большинство из вас сидели и говорили там и ожидали большего. Но, ребятки... Здесь это так выглядит. У нас еще два осталось... Две точки для исследования. Это карбоны и будущие материалы. И неизвестная фабрика. Ну, давай открываем ее тоже. Так, они нападают на нас. Кто на нас нападает? Где на нас нападает? Вы что, охренели? Кто на нас решил напасть? Где? Я вообще не понимаю этого момента. Полицейские тут прибежали какие-то. А где? Где было нападение? Он с арбалетом бежит. И приколись. Вот это, что ли? Вот это хрень? Какая-то наша же. А, вон, тут война, короче, началась. Ты смотри. Убили. Убили. А, это агрессивный чувак какой-то. Ты смотри. Да-да-да-да-да-да. Ты тоже куда-то отбегаешь от нас, да? Ты смотри, у нас доблестные полицейские. Кто это бежит у нас? Это норма какой-то. Ну, ты смотри. И еще, главное, охотники подключились. Ну, охотники малорики. Это агрессивный чувак. Ну-ка, сейчас мы тебе это самое. Погоди. Что у нас тут есть? По Лайтове 25, 50. Ну, так вот сделаем. Ну-ка, элитрификацию хочешь? На, блин. Ты тоже злой? Еще одна, смотри. Все? Больше желания на нас нападать нету? Это нормально, нет? Это наш. А, нет, вот это. Дожди, топ. Это враг. Это враг. Причем, когда мы бахом электричеством, ссут все. И наши, и не наши. Но полицаи у нас отлично отработали. Ты посмотри. Прямо отлично. Малорики. Это наши, нет? Это не наши, ты посмотри. Они прибежали сюда, и все пытаются расстрелять. Ну-ка, а что полиция спит у нас? Так, а у нас вообще полиция... Сколько человек работает? А, ну у нас, в принципе, все полицейские участки забиты. Странная хрень. Короче. А ну вас в сраку. Я вам сейчас скажу вот что. Где у нас огонь? Вот у нас огонь. Где ваше жилище было? Где-то здесь. Да, я еще хотел с ними посисюкаться. Думал, надо их спасти и оставить. Нахрен вам на рыло. Вот так вот вам ловите. Балдите. Балдите. Кайфуйте. Вылечить. Вроде успокоились. Да, вроде все успокоились. Здесь трупы уже, по-моему, все растащили на кладбище. Они были рядышком у нас. Они были рядышком у нас. Ну и все. Полиция пошла дальше заниматься своими делами. Ловить просто преступников. Ну и слава богу. А то мне что-то прямо не совсем эта хрень вся понравилась, если честно. Такие наглые, главное, пришли. Но они почувствовали, что дело пахнет керосином. Да? А, соседнее село-то их, вон, вижу, дымится, походу. А, нет, нет, это не оно. Было так рядом. Что у них там? А, нет, дымится все-таки, ты посмотри. Ну, нихрена себе. Всего лишь две маленькие искры, а? Ну, что, как у вас там население-то? Классно вам тут? Устраивайте, блин, баталии. Напали на нормальных. Главное, я еще с ними торговал. Я еще пытался им помочь. Смотрите, чем вас благодарили, а, гады. С предателями только так и будем поступать. Что у нас здесь за поджог? А, нет, это дым, короче, от печки у нас. А, тут-то что? А, у нас скоро будет торнадо. Да. Скоро у нас с вами будет катастрофа. Слушай, а что там с фермами у нас? А, ферма строится. А, неужели? Неужели у нас построилось? Так, я здесь как раз, по-моему, выбрал уже, да? Установку у нас, получается, мозги панды. 12 еда, вода чуть-чуть надо. Отлично. Вот это как раз-таки пускай и изучается. У нас, тем более, это все находится на территории пустыни. Здесь мы еще раз ставим приоритет. Чуть-чуть осталось им достроить. И на максимум всех людей назначим. А здесь у нас что? А, у нас здесь тоже, смотрите, много свободных мест. Надо заполнить. У нас еще, походу, места для фермеров появились. Блин, вот это я лоханулся. Думаю, а что у меня с этой проблемой? У нас ждает огромное количество ферм. А вы прикиньте? Вот эти все фермы, которые стояли, они стояли без... Без всего, короче. Они просто не работали. Они просто стояли в АФК-режиме. То есть люди приходили на работу, а здесь ничего у нас не было. Никаких культур. Вот это да. Но я сейчас, конечно, уже подновтыкался в зависимости от их биомов. Чтобы что-то у них тут выращивалось. Но это, конечно, нечто. Это я, конечно, прямо реально жару дал. Да. Сразу весну ставим, чтобы они спокойно могли этим заниматься дальше. И нам надо будет поднимать наше продовольствие. Сразу же, наверное, всех людей свободных сейчас будем бросать на фермы. Нам надо еду поднять. Ну, конечно, мы сейчас из этого говна вылезем. Но что-то как-то я из-за этой сумасшедшей стройки и забыл про еду. Настолько было уже все вроде на автоматическом режиме. И еды хватает, и воды хватало. А тут начал заниматься этими стройками и про все позабывал. Но это неправильно получилось. Да, реально, это мой косяк. Так, а что у нас? Где рабочие места? Вот у нас рабочие места все. Так, что у нас здесь? Здесь все есть. Здесь все есть. Еда пошла. То же самое. Ну, все, отлично. Пойдем еще гоним на этих фермах у нас изначально. А, ну здесь у нас как-то добывалось, так и добывается. Единственное, что можно сюда людей добавить. А, смотри, а здесь у нас не стало добываться. Но это пустыня. Странно, почему? Наверное, потому что все ушли отсюда, кроме одного человека. Да, и поэтому никто не стал добывать большую еду. Здесь что? Здесь семена припали. Ты посмотри. Это очень странно, реально. А выше? А выше все нормально. Да, здесь все у нас есть. Только можно людей немножечко добавить сюда. Сейчас еще перепроверим, что у нас здесь. А, ну у нас все, здесь пошла еда, да. Пошло, пошли посевы. Шикарно, сейчас вылезем, вылезем. Да, парни и девчаток, кто смотрит ролик с ареной. Действительно, что-то я пренебрег едой. И действительно ударился весь в стройку. Хотя, ну здесь и курьерские службы начали достраиваться. Уже дома пошли. Так, что у нас по исследованиям? А по исследованиям у нас... Блин, у нас все по исследованиям? Это недоступно, типа, скоро выйдет. Странно. Но мы с вами все изучили. Ну, как бы, да. Больше. А, вот это, короче, Андрей. Ну, бункер можно поставить на изучение. Нам особо он не нужный. Странно. Почему он недоступно в разработке, типа? А ну-ка, мы тогда откроем наш инвентарь и смотрим. Фабрика углеродного. Так, это цементная фабрика есть. Химзавод есть. Есть. Так, оптическая фабрика. Ты посмотри. Топливная фабрика. Ну, ёперный бабай. Тут что такое у нас нет? А где у нас аэропорт, интересно? Вот аэропорт. Нашел его. Что он стоит? Стекло, цемент. Нихера себе. Вот это штука. Вот это мандула. Так, однозначно мы ее где-нибудь поставим. Только где? Где-нибудь... Нет, ну здесь в фабрике производится точно это не нужно. Давайте где-нибудь, наверное, попробуем вот в этой части. Здесь у нас зелень. Слушай, ну очень большое здание. Прямо очень. Может, как вы... А, кстати, смотри, вот здесь какой вариант. Нет, ну здесь тюрьма. Не особо она здесь зайдет. Вообще, где-нибудь в хорошем поместичке ее разместить. Можно попробовать тут, здесь, между фабриками. Ой, между нашими, этими, как называют, фермами. Во. Вот, идите, вот здесь в лесу поставим его. Тут хотя рядом кладбище. Блин, как-то не совсем. Не, не, фигня. Во, нашел. Вот здесь мы его будем ставить на пересечении как раз-таки всех наших дорог. И здесь у нас с вами серф смогут спускаться от фабрики. И здесь у нас с вами будет еще новый жилой район построен. Поэтому 100% мы с вами займемся именно... И вообще планировкой по строительству аэропорта будет здесь. Ну, а мы, наверное, докидаем с вами оставшиеся фабрики. Фабрики по углеродке у нас пойдут вот в этом месте. Раз и... Блин, раз и два, хотел сказать. Раз и два. Вот вся вторая пойдет. Рядышком. Бачком ее поставим. Вот, дальше что у нас с вами осталось? У нас с вами еще осталось... Так, семенка есть, химзавод есть, электроника есть. Так, оптическая фабрика, оптика. А вот здесь, насказки, что было? Пластик. Все, понял. Оптику туда разместим вот в этом месте. Рядом две штуки поставим. Вот так мы их сделаем. Раз. А так вот два. Ну и топливо. Топливо, топливо, топливо. Разместим недалеко от наших вышек, наверное, где-нибудь вот в этом месте. Тем более у нас здесь добывается нефть. Первое. Раз. И тут поставим два. Влезет? Ну, как-то так себе, но вылезает нормально. Цель игры застроить всю планету нахрен. Ну, ты посмотри, мы просто жесть. Что у нас тут с вами только не подастроили? Ну, вот этот вид, он просто стоит... Ну, это круто. Это очень круто. Ну-ка проверяем, что у нас там с нашим исследованием. Да, у нас полностью все изучено. Единственное, я смотрю, мы по еде проседаем. По воде как бы нормалды все пошло, а вот по идее начали люто проседать. Не успевают они это нам все дело добывать. Очень надеюсь, что вылезем. Ну, я очень надеюсь. Если нет, ну, значит, кто-то умрет, но фермеры по-любому будут работать. И заново придется возвращать все наше поселение и население. Да. Я тогда на этом моменте серию и закончу. Если вам интересно, что будет дальше, втыкайте ролику лайкос. А я с вами прощаюсь. Всех любого дня на встрече. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok